Лидеры рынка не рискнут переходить на новую технологию из-за того, что им слишком много чего терять есть. И второе, потому что они уже сделали много инвестиций в предыдущую технологию, которая вывела их на фронтир. Привет! Я Юра Агеев, и это 302-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играют важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Байрам Аннаков. Мы поговорим о 15 измерениях дизайн-пространства, о которых стоит подумать во время проверки идей. Какой вид ценности несет продукт? Через сколько времени наш клиент почувствует ценность продукта? Насколько фрагментированы рынки покупателей и поставщиков? Как часто будут пользоваться нашим продуктом? Линейно ли растут наши расходы и как растут доходы? Обсудили эти и другие вопросы, разобрав кейсы по каждому из них. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Байрам, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я Байрам, серийный предприниматель. Наверное, из самых таких успешных кейсов это App in the Air. Где-то больше 7 миллионов пользователей. А я продал компанию, больше не работаю там. И сейчас делаю некоторые новые продукты. Адепт системного мышления, наверное, лет уже 15 рассказываю про него другим. И сам продолжаю тренировать в себе. А как-то так? Читая твой блог, в целом вижу, как тебя интересуют разные темы. Системное мышление, наверное, одна из таких прям ключевых. И мне кажется, вот ты в том числе попытался приложить системный подход к проверке идей. Я даже презентацию уже видел. Расскажи про это. Как тебя пришла в голову вообще такая идея? Да, идея очень простая. Мне кажется, что когда у тебя появляется идея какого-то продукта, то хочется понять, как, знаешь, вот как будто у тебя такой микшер. Да, и у тебя есть много разных измерений, идей. Например, там, как ты будешь монетизировать продукт или для какой задачи или какой потребности этот продукт. Потребности не конкретные, а, например, помогает ли он людям больше зарабатывать? Или экономит ли он им время? Или он их просто развлекает? То есть когда им скучно, они это делают? И, соответственно, я попробовал сформулировать самые важные, по-моему, измерения. И это можно использовать, я назвал это там design space от цифрового продукта. И это можно использовать в двух кейсах. Первый — это я хочу выбрать между двумя идеями. Прогоняем по этому чек-листу, смотрим, в каких кейсах больше. Ну, например, допустим, продукты, которые зарабатывают деньги, они лучше, чем продукты, которые экономят время. И прогнав по этим 15 измерениям, мы видим, что некоторые из продуктов или идей лучше других. И поэтому выбираем. То есть такой некоторый рациональный способ выбора идей. Но второй поинт, я еще смотрю, это как на инструмент развития или размышления про идею. То есть, допустим, мой любимый пример. Недавно я разговариваю с одним из знакомых, и у него была идея сделать продукт для управления временем. Как бы основная проблема таких трекинговых продуктов, я это знаю еще с Enflow, продукт для трекинга настроения, который мы делали, что ты ценность получаешь только спустя где-то три недели наблюдений. Но проблема в том, что почти никто не доходит до этих трех недель и бросает это раньше. В том числе, потому что ценность не получает. И идея заключается... Есть такое одно из измерений, time to value. И идея заключается в том... Я ему задаю вопрос, Мик, а можем мы придумать таким образом твою идею доработать, чтобы time to value от управления временем наступал при установке или начале пользования с продуктом? И мы нагенерировали уже пару мыслей. Например, одна из них очень логичная, это проанализировать календарь за прошлый год и собрать все ивенты и попробовать их категоризировать. Понятно, что туда не попадут все твои активности по управлению временем, но это уже даст тебе картинку, как будет, если ты бы управлял временем и записывал бы все свои активности. Собственно, в этом как бы идея. И вот что я пытаюсь сказать, что когда ты думаешь в терминах этого дизайн-спейса, то ты доразвиваешь, додорабатываешь идею до более лучшей, до более привлекательной. Вот в этом я вижу второе применение этого дизайн-спейса. Ну вот даже, слушай, сама формулировка, дизайн-пространство и измерение для меня это как будто бы, знаешь, про какую-то такую, ну что ли, систему координат, только очень многомерную. Это так верно визуализировал или нет? Да, абсолютно так, да. То есть я себе в голове это именно так и представляю. То есть ты как бы ищешь точку в пространстве, вот в этом 15-ричном пространстве, и передвигаешь эту точку в более удобное или более аттрактивное место, чтобы, собственно, повысить шансы идеи на успех. Окей, давай поговорим про измерения. Одно из них я вот уже услышал, time to value. Они как-то, ну, есть еще 14. Да, да. Опять же, если это пространство, то кажется, что они относительно независимы друг от друга. Ну то есть точку можно поставить где угодно. А вот в твоей задумке они как-то там имеют взаимосвязи или что это вообще? Знаешь, будучи адептом системного мышления, я не могу ни в коем случае сказать, что они не имеют взаимосвязи, потому что основной премис системного мышления, что элементы системы взаимовлияют друг на друга. Давай попробуем прикинуть. Ну, например, вот мы поговорили про time to value, и одно из измерений — это, допустим, как я уже упоминал, насколько ты помогаешь людям зарабатывать или экономить время, или развлекаешь. Очевидно, что, ну, грубо говоря, чем быстрее ты покажешь time to value, тем у тебя выше шансы на то, чтобы, ну, монетизировать продукт. Но, с другой стороны, мы можем сказать, что если мы делаем идею такую, которая помогает людям зарабатывать, почему мы делаем такую? Потому что ее легче монетизировать. В итоге получается, что у нас через один элемент эти дизайн-измерения, они связаны друг с другом. Я могу переформулировать другим образом. А как сделать такую модель или, может быть, выбрать таких людей, для которых, управляя временем, мы помогаем им больше зарабатывать? И тут становится очень интересно, какие типы людей тебе приходят в голову, когда я тебе говорю, что благодаря более эффективному проведению времени мы помогаем им больше зарабатывать? Слушай, ну, типа, первое, что пришло в голову, я вспомнил там календарь, который Ваня Замесин делал, фокус, что там, календарь. И якобы вот предприниматели, да, с одной стороны. А с другой стороны, я сейчас понимаю, что, ну, наверное, это те люди, которые время свое продают за деньги. Да, которые продают свое время за деньги. А это, там, юристы, например, да? Да. Или врачи. Ну, там, по крайней мере, в Штатах это очень развито. Поэтому они, на самом деле, нанимают ассистентов, чтобы высвободить время врача от ненужных дел, чтобы как раз максимально продавать, короче, время. Потому что у них проблема, что есть естественное ограничение времени, которое они могут продавать. Им нужно любые потери времени устранить и один из инструментов устранения – это аутсорсинг. Тут, смотри, когда ты начинаешь в этом думать, ты начинаешь такой, ой, а может быть, тогда мой продукт по управлению временем на самом деле не про управление временем, а он помогает людям не заниматься активностями, которые стоят меньше. Чем они могли бы заработать, да. Совершенно верно. То есть то, что называется альтернативной стоимостью денег, да, только тут альтернативная стоимость времени. И тогда ты начинаешь уже шире смотреть на дизайн своего продукта. Ты не думаешь про себя, про какой-то трекинг, куда ты вбиваешь, что поделал. А ты можешь посмотреть на это более широко. И вот я считаю, что когда у тебя есть вот такая система координат, тебе проще размышлять о продукте. Блин, она челленджит. Она так заметно челленджит тебя думать. Да, очень. Ну, то есть согласись, что хороший инструмент размышления – тот, который заставляет, а, тебя задавать более правильный вопрос себе, б, выпрыгивать из твоей, как бы, назовем это так, точки притяжения. То есть у нас у каждого есть свои байсы, свои точки притяжения, мысли. Есть специальные методы, у Дебуно, например, или еще что-то, чтобы выбросить себя из точки притяжения. Например, там, метод этих, как его, баундерис. Дабл даймондс? А, я понял. Разные. Шесть шляп. Ну, неважно. Основная идея, что вот я вижу этот инструмент дизайн-спейса как инструмент выбрасывания, потому что иногда люди в локальном оптимуме остаются, и они, ну, как бы... Знаешь, вот помнишь, как знаменитое выражение про людям нужны отверстия, а не дрель? Да, да. Короче, люди застревают в дрели, в общем. Окей. Давай еще поговорим про остальные измерения. Time to value отличный. Привет. Что там еще есть? Давай. Вот очень важный аспект, который, я считаю, это насколько фрагментирована или сконцентрирована отрасль, на которую ты таргетишься. В общем, ну, есть классный инструмент из экономики 5 сил портера, да, и там есть понятие силы поставщика или силы покупателя. Вот мы сейчас с тобой посмотрим с точки зрения силы покупателя. Допустим, представь, я продаю что-то для производителей самолетов. Сколько их в мире? Два из них занимают 85% мирового рынка. Понимаешь, что сила этих покупателей такая, что меня прожмут просто до самого низа по цене, если как бы им захочется. Потому что, в принципе, у меня только два клиента потенциальных. А теперь возьмем обратную ситуацию. Представь, что ты делаешь продукт для управления времени. И, допустим, мы скажем, что из людей, работающих, то есть там условно 50% мирового населения, пусть только 1% даже осознает проблему неэффективного расходования времени. Окей, мы уже получили сотни миллионов target audience. Конечно, у этих сотни миллионов нет никакого power надо мной. И если я сделаю, ну, сила покупателя очень низкая, поэтому, условно, я могу просить более высокую цену при прочих. С другой стороны, смотри, а тут же есть обратная история про гиперфрагментацию. Потребность настолько может быть неосознанной, что сложно будет в нее попасть. Да, это вопрос определения ниши, я думаю. То есть, условно, если я вижу, что она слишком фрагментирована именно с точки зрения потребностей, тогда я просто переопределяю нишу, какую именно потребность я хочу закрыть у них. И, знаешь, глобально же есть два подхода думать о стартапе. Первый — это я беру нишу, в ней становлюсь монополистом, потом расширяюсь в смежную нишу. Это Питер Тильм любит этот подход. Второй подход — это вид сверху. Я вижу большую индустрию, знаешь, вот эти красивые большие цифры на слайдах некоторых пичдеков. Я беру большой уже существующей индустрии и на ней хочу кусочек забраться. Один процент, да, один процент, там 5 миллиардов, ну, пожалуйста. Мне ближе нишевой подход, но я знаю очень много успешных кейсов, когда подход сверху вниз вполне работает. Поэтому, мне кажется, это вопрос личных предпочтений. Я понял. Окей. Так, помним про, значит, сегментацию рынка. Дальше что? Да, давай дальше возьмем, например, вот я выделяю три, но вай-кабинат выделяет четыре, я сейчас просто объясню. Нет, он выделяет три, но третий у него другой. В общем, что есть три типа глобальных продуктов. Первые помогают зарабатывать, второе помогают экономить, третье, развлекают. И если упорядочить их в приоритете, у какого из них больше шансов брать легче деньги, то очевидно, что у того, кто помогает зарабатывать. Вот мы делали Life in the Year, мы помогали авиакомпаниям зарабатывать больше денег, пока пассажир летит в самолете. Поскольку это инкрементальный доход для авиакомпании, то сейчас она не генерирует этот доход, то я по revenue share модели мог просить достаточно заметную долю вот этого доп. дохода на пассажира, который я им приношу. В отличие от, например, Open Year, когда я просто помогаю людям более эффективно управлять своими путешествиями. Но вай-кабинатор выделяет еще одну категорию, но не выделяет почему-то категорию просто развлекают, он выделяет категорию, которая называется «Обязан пользоваться по закону». То есть, грубо говоря, по закону меняется законодательство, ты по закону должен пользоваться этим продуктом, поэтому без вариантов, короче, ты его должен пользоваться. Я считаю, что это попадает во вторую категорию, потому что невыполнение законов, в конце концов, это какой-то штраф, ну, какие-то penalties, да, неважно какие. Суть в том, что это потеря денег, и ты, грубо говоря, пользуешься, чтобы сэкономить деньги. Поэтому я определяю это во второй категории. Но еще раз, там, мой комбинатор делает это как первую, то есть даже, типа, такие продукты лучше, чем те, которые помогают тебе зарабатывать бабки. Блин, ну это, конечно, это, знаешь, история то, что была в начале десятых, когда в России началась цифровка фискализации. Да, ККН, да-да-да-да-да, онлайн-касса. Вот это прям вообще, типа, это невозможно не делать. Ну, в смысле, рано или поздно тебе придется это сделать, либо тебя заштрафуют так, что ты закроешься. Согласен, согласен. Это очень удобный тип продукта, но это, не знаю, это же... Согласись, он не часто возникает. Вообще, это прям такая возможность, про нее надо узнать и успеть сделать, и, ну, короче. Окей, я вот на тему видов продуктов, которые помогают зарабатывать. Знаешь, что, думаю... Вот я с B2B с таким сталкивался, что это же надо еще человеку объяснить, чтобы он в это поверил, потому что иногда это пограничная история с как раз экономием времени. Да. Смотри, давай четче. Вот можем взять мой кейс с Life IDEA. Там мы говорим, мы принесем тебе доп. доход на пассажира, пока он летит. Человек может не поверить мне, сказать, что у моих пассажиров ты вообще ни рубля не вытащишь. Я тебя прям дословно цитирую с его одной российской авиакомпанией. Я говорю, окей, давай попробуем. Давай сделаем пилотный проект. Тебе он, а, ничего не будет стоить, б, мы его сами все сделаем, короче, твоих сотрудников вовлеченность будет минимум. И если я сгонулирую хотя бы икс рублей доп. дохода на пассажира, ты можешь легко умножить на количество пассажиров, в которых ты перевозишь, плюс твои темпы роста. Ну, у него были цели по росту пассажиропотока. И посчитать, сколько дополнительного дохода, чистого дохода. То есть нету костов. Ну, есть косты, то, что мне отдается, да, равнейшая модель. Вот. Сколько ты принесешь? И, в принципе, один CEO соглашается, второй нет. Я делаю тому, который согласился, показываю топ дохода, если показываю. И мы контрактуемся уже на три года. Ну, короче, это история, да. Доказательная база нужна. Да. То есть ее можно или примеры других авиакомпаний, или пилотный параэль, чаще всего комбинация этих вещей. И, конечно же, репутационные штуки, которые... Ну, например, я могу показать, что такая-то конселсерковая компания написала такой-то отчет, где подтверждает, что действительно пассажиры будут это получить. Ну, будут тратить на это деньги. Окей. Так, ну, по теме видов продуктов ясно-понятно. Давай дальше. Давай дальше. Допустим, возьмем, как быстро ты можешь сделать MVP. На самом деле, странно, что об этом думают слишком поздно, но это нужно думать с самого начала. Это немножко похоже на вопрос про time to value, но тут скорее time to market, да. То есть за сколько ты можешь сделать MVP-времени. И если я там сделал главный урок первого года OpenER, это что не надо было 9 месяцев разрабатывать продукт. Надо было сделать быстро и потом получать обратную связь с отрыгинкой. Я уверен, про это много написано и сказано уже. Я только приведу один пример. Вот Mindshare, продукт, который я сейчас делаю, нам идея пришла 7 ноября, 2 или 3 декабря. Мы уже зарелизили это как мини-апп в Телеграме. Я считаю, что до трех месяцев должен быть таргет для MVP. А какие риски есть в случае увеличения этого срока? Начиная от того, что денег не хватит, мотивации не хватит, и заканчивая тем, что изменится ситуация на рынке с точки зрения, насколько популярна эта тема. Возьми NFT в конец 2021-2022 году. Ну, если бы ты, короче, не сделал за пару месяцев, то как к моменту, когда ты уже бы хай прошел. Там сейчас вот Generative AI. Ну, может, подольше будет, конечно, хайп, но я думаю, ты идею понял, что иногда момент точки на рынке достаточно вазы, момент времени. Это как с покупкой и продажей биткоина еще, да, тоже такое. Да-да-да-да. Ну, если ты делаешь инструмент для крипты, я сразу говорю, там четкие циклы по 2,5 года примерно. Просто один из продуктов, который я сделал, мы закрыли, он был как раз из этой сферы. И если ты не попал в цикл, то считай, что ты не выжил. Ммм, блин, вот так. Окно возможности закрывается. Да. Блин, это интересно тоже. Наверное, тогда здесь еще одна история какая-то есть про то, насколько та идея, которую ты прорабатываешь, она, короче, ее цикл жизни, вот. Просто есть, знаешь, фраза типа Zeitgeist, типа дух времени. Да. И вопрос в том, вот эта идея, она у тебя краткосрочная, какая-то мимолетная или... В общем, вот, про это тоже, кажется, стоит думать. Да, как Безус говорит, фокусируйтесь не на том, что изменится, а на том, что не изменится. Я знаю, что мои кастомеры всегда будут хотеть бесплатную доставку и все ниже цены. А, да, кстати, да, точно. У него такая потрясающая идея. Да. Окей. Давай, следующий пункт. Давай. Вот что я очень прочувствовал с Сапанриа, это частота юзкейса у твоей таргет-аудитории. То есть смотри, в среднем люди летают два раза в год. 50% людей в США, это данные по США, 50% людей в США вообще не летают в самолетах. Но есть 12% людей из тех 50, которые летают, которые делают 68% всех перелетов. И вот теперь подумай про продукт для людей, которые летают в самолетах. Я могу делать для любого человека, вот для этих 50%, но у них вероятность использования раз в 6 месяцев. Или я могу для frequent flyers. А это же для чего важно? Это важно для обратной связи. Это важно для lifetime value. Это важно для, как быстро ты узнаешь, что ретеншн хреновый. То есть представь, если у тебя потенциальная возможность использования продукта через 6 месяцев, то ты 6 месяцев не знаешь, человек воспользовался повторно твоим продуктом или нет. То есть уровень неопределенности выше крыши. Ну, там еще и вопрос, заплатит ли он за это что-то. Конечно, тоже, да. Поэтому я сказал про last-in-galve, да, что, ну, например, есть главное правило, было такое в мобильных приложениях, если своим продуктом пользуешься всего один раз, делай one-time оплату в самом начале продукта. Ну, логично абсолютно. Типа, бери бабки, пока горячо, грубо говоря. Блин. Вот, и что вот этот use case frequency, да, частота use case у таргета аудитории, это очень важный аспект для дизайна, и что ты можешь поменять, специально сузить нишу до такой, у которой максимальной frequency, потому что ты быстрее получишь фидбэк, что твой продукт никому не нужен. Или наоборот, что он очень нужен. Или что в нем надо кое-что подкрутить. Блин, это интересно. Просто смотри, вот у меня же конференция, и она получается use case frequency один раз в год. Да. Вот, но при этом я вот сейчас смотрю, знаешь, на эти годовые медицинские программы, и я задаюсь вопросом в этот момент, а моя вот эта вот, собственно, частота использования медицинских услуг, она вписывается туда или не вписывается? Потому что, возможно, мне было бы проще делать одну покупку в год, чем принимать решение о походе ежемесячно, не знаю, короче. Но при этом я не знаю этого. Вот, вопрос в том, кто будет знать вот эту frequency, частоту использования. Да, плюс смотри, суть в том, что если ты не уверен, что тебе понадобится чаще, чем раз в год, то значит у тебя уже ментальные издержки, а значит, скорее всего, ты при прочих равных не очень интересная история. То есть я хочу, у кого есть хроническое заболевание, если пользоваться твоими терминами, хроническое заболевание, что нужно приходить каждый месяц или неделю в пункт. Например, это кто делает диализ. Ну, я не помню frequency, по-моему, раз в несколько месяцев. Я точно просто не помню, мы просто разбирали в Стэнфорде этот кейс как раз, и мне понравилось, как, ну, можно переедать. Или там, знаешь, вот астматики, да, они пользуются ингалятором в день несколько раз. То есть, грубо говоря, вот надо искать астматиков, а не людей, которые делают профилактику раз в год. О, твое мое. Да, ну тогда это ортодонт. Да, ладно, вот к ортодонту я хожу. Ну, гарантированно раз в три недели, там в месяц идти подтягивать. Окей, про частоту поговорили. Какое следующее измерение? Давай двигаться дальше. Есть очень интересный, это мой научный руководитель это так называл, white space management. Короче, идея какая, что ты находишь ресурсы, которые underutilized, да, то есть они до конца не используются. И придумываешь, как их еще кому-то продать или использовать. Вот если взять life in the air, в чем основная идея, что человек, когда прижат буквально практически наручниками к креслу, он сидит и ничего не делает. Хотя проводит время в моем пространстве, в моем, как авиакомпании, да? А время, деньги, мы с тобой знаем. Почему я не пользуюсь этим white space? Почему я не пытаюсь, почему я заканчиваю его монетизировать, когда он купил билет или когда он докупил кресло при чекине. То есть если ты разложишь путь пассажира во времени и сколько он проводит, то ты откроешь для себя, что большинство времени, которое он проводит в контакте с твоим брендом, он не платит. Это бред, согласись? То есть, ну, в случае авиакомпании. Такой же пример, ну, вот там, я когда объяснял, это пространство измерения, я говорил, что вот аудитории университета по выходным чаще всего пустуют. И по ночам. Почему мы не продаем их? То есть почему мы не находим людей, которым почему-то по ночам нужна аудитория или по выходным? И согласись, что таких людей много, и даже некоторые университеты делают это. Это обычно показывают в фильмах или сериалах, когда, не знаю, там тоже сериал «Комьюнити» есть, когда в колледже по вечерам какие-то курсы идут и прочие штуки. Да. И вот ключевая идея, что желательно такую идею, которая берет underutilized ресурс и делает его более используемым. И тем самым приносит инкрементальный доход. Если ты подумаешь про Airbnb, Airbnb — это один из лучших примеров, как недоиспользованный ресурс, который называется «свободная комната» в квартире, придумали, как вытвердить и монетизировать. Блин, интересно. Ну вот получается, смотри, идея как раз пространства. Возвращаясь к началу, что мы делаем? То есть мы берем нашу идею, мы уже проговорили там фрагментация рынка, time to value, вид этой самой ценности, time to market, частоту использования. Короче, мы задаемся вопросами относительно этой идеи, да, и пытаемся проставить в этом пространстве позицию этой идеи относительно. А потом сдвинуть эту позицию в сторону более привлекательной. А это как? Ну вот, например, когда, помнишь про frequency, да, то есть если в изначальном нашем этом мы такие, типа, просто какая-то точка для людей, занимающих здоровьем. А потом мы такие уточнили, что для людей, которые астматики или имеют какое-то другое именно постоянное заболевание, хроническое заболевание. То есть, понимаешь, да, ты как бы точку уточняешь, как бы, благодаря тому, что задаешь себе более вопрос вида, а как бы я мог это сделать для людей, у которых этот use case чаще? И потом тебе в голову приходит, что это может быть астматик, например. Я понял. И так по каждому тоже из пунктов, типа, time to value. Ты тоже пример приводил хороший. А вот пункт, который последним обсудили про недоиспользуемые ресурсы, вот это, мне кажется, проверочный вопрос, да? Используем ли мы то, что есть достаточно хорошо? Да, или что в этом спейсе есть какое-то недоиспользуемое... Ну вот, например, давай в медицине останемся, давай зададим себе вопрос, есть ли такие ресурсы в хелс-индустрии, которые недоиспользуются, то есть простаивают, и мы могли бы их продавать. И, например, допустим, я не знаю, какое-то оборудование, которое очень много стоит, а по ночам его никто не юзает. Рентген, МРТ. Да, да, да. А есть какой-то, например, врач, который хотел бы пользоваться этим оборудованием, но ему слишком дорого купить на себя. И ты ему говоришь, по ночам можешь приходить и своих пациентов делать МРТ, я условно говорю. Ну понял. И вот тебе как бы идея. Окей. Давай тогда продолжать по остальным измерениям. Например, достаточно ли единолично пользоваться этим продуктом, чтобы получить ценность, или нужно наличие других пользователей. Ну классическо это соцсеть предполагает, что тебе нужны друзья, или мессенджер предполагает, что тебе нужен собеседник. А, например, не знаю, Word или Excel не предполагает, что тебе нужен другой человек, чтобы получить ценность. Идея в том, что иногда ребята придумывают идею, которой нужен доп.человек, а значит, у тебя курица-яйцо проблема, поскольку никого нет, твой продукт неинтересен, поскольку твой продукт неинтересен, никого нет. И ты его чуть-чуть подкручиваешь под единоличное использование, а потом, когда у тебя будет достаточно пользователей, еще добавленная ценность появится из-за того, что они существуют. Классический пример это OpenTable. И вот Rubicon, один из бизнесов, который я построил. В общем, смотри, сначала OpenTable — это они делали софт, чтобы помогать управлять бронированиями в ресторане. Вот тебе звонят по телефону, говорят, хочу столик. И, в принципе, за это они уже чарджили ресторан. Но потом, когда они набирали хотя бы 10% всех ресторанов, как своих клиентов, в заданной географической локации, они запускали marketplace, когда люди могут решить, в какой ресторан пойти и забронировать. И уже ценность, которую ты приносишь ресторану, расширилась, что ты не помогаешь им обрабатывать приходящие и так клиентов, а приводишь новый трафик. И, соответственно, ты можешь уже чарджить 20% от чека, например. Потому что ты передвинул продукт по той измерению в продукт, помогающий зарабатывать. Бабло. Но как только получил возможность условно мультипользователей. Да. Ага. Вот. Поэтому я часто вижу, что придумывается продукт, но типа у него есть главный условие, который звучит так. Вот когда он будет популярным, тогда будет ценность. Ну, то есть, понимаешь, да, это проблема курицы и яйца, ее надо как-то решать. Почти все marketplace имеют эту проблему. И вот одна из стратегий решения, например, вот знаменитая Криса Диксона мысль come for the tool, stay for the network. То есть, сначала мы тебе даем инструмент какой-то, который помогает тебе решать свои задачи, а потом, когда становится много людей, мы их объединяем и становится сеть. Вот mindshare, который я сейчас делаю, это инструмент, чтобы делать one-on-one консультации с фолловерами в твоем канале, телеграм-канале, а на самом деле дальше мы превратим это в маркетинглассе. Когда соберется достаточное количество аудитории. Эспертов, да, да, именно так. Но уже сейчас мы зарабатываем с экспертов, потому что помогаем им более удобно конвертировать своих фоллеров в людей, которые платят за консультацию. Окей, да, дальше, измерения. Когда мы думаем про продукт, бизнес, мы по экономике всегда разбиваем на расходы двух типов, переменные и постоянные. переменные расходы растут с ростом количества выпускаемой продукции, объемов выпускаемой продукции, а постоянные не растут или условно растут только при каких-то инкрементах. Ну, простой пример это склад, да, то есть склад это постоянные издержки, да, в какой-то момент ты упираешься в лимиты склада и должен добавить следующий склад, но они условно-постоянные обычно определять, потому что считается, что нету идеально переменных и идеально постоянно. А переменные издержки это, например, не знаю, ты продаешь шоколад, и чем больше шоколада ты продаешь, тем больше тебе нужен кокос, из чего в общем делаешь шоколад, я достаточно знаю. Вот, и, соответственно, классно, когда ты продумаешь идею, подумать, как ведут себя издержки с объемом выпускаемой продукции. И второй вопрос, мог ли бы ты сделать так, чтобы они росли непропорционально? Да, совершенно верно. То есть, в простом случае это так. У тебя, допустим, ты платишь в Твилео за API, за каждую отправленную смс-ку, но ты, когда наработал объемы, приходишь к телеком-оператору и говоришь, чувак, давай я тебе гарантированно буду платить в год столько, независимо, сколько я смс-ку отправляю. И в некоторых случаях, при некоторых условиях, ты можешь так передоговориться. У меня кейс с API связанным не с Твилео, а с другими поставщиками данных. Но в целом есть способы, когда благодаря пересмотру условий использования при объемах ты можешь какие-то переменные издержки сделать постоянными. А что это тебе дает? Это тебе дает дроп его себестоимости продукции, а значит или большую маржу, или можешь более агрессивно снижать цену. Это в каком-то смысле про то, что ты даешь себе возможность использовать эффект масштаба, когда у тебя как раз фиксированные косты после какой-то точки становятся незначительными, и ты начинаешь зарабатывать. Да, это называется экономия на масштабе. А как это применимо? То есть изначально мой вопрос как это применимо к продуктам цифровым, но тогда если мы говорим про какой-то сервис, действительно можно искать точки переменных расходов и пытаться превратить их в постоянные. Окей. Именно так. Вот мой кейс с App & Z был именно такой. Когда короче чек в месяц на поставщику данных у нас стал достигать 12 тысяч долларов, я поехал в Портленд, сел с владельцами этой компании и убедил их, что им лучше, чтобы я подписал контракт 20 тысяч долларов в месяц, я им плачу и неважно сколько API calls я делаю. Благодаря этому я смог по сути зафиксировать свои издержки и мог сильно дропнуть цену, даже бесплатно выдавать свой функционал, потому что короче моя платящая аудитория давала мне достаточно, чтобы эти 20к платить. Класс. Понимаешь, да, и самое главное, что это офигенная защита от конкуренции, потому что маленький конкурент, ему надо сразу так прыгнуть по аудитории и договориться с поставщиком данных, чтобы выйти на такую схему, понимаешь, да, я увеличиваю modes от конкурентов, тем самым. Модс, это типа RAW, по-моему, да, переводится? RAW, да, то есть я повышаю барьеры для конкурентов, да. Блин, тоже интересно, да, 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 это было нечестное конкурентное, ну как, ладно, нечестное. Да, это в некотором асимметричное конкурентное преимущество, согласен, в некотором роде, да. Окей, давай дальше. Давай, теперь как ведет себя выручка, мы про косты поговорили, теперь как выручка, да, то есть смотри, я когда чарджу людей, юзеров, да, я должен понять, как моя выручка будет расти со временем, и могу ли я чарджить больше, чем больше юзеров или чем чаще человек пользуется моим продуктом. Привожу пример. Допустим, возьмем Booking.com. На Booking.com отели на старте платят 12-13% от стоимости бронирования Booking.com, но когда становится много отелей, как ты думаешь, что происходит? Они начинают платить больше? Да, они жалуются, что они внизу результатов поиска. Booking.com говорит, а ты мне дай больше, чем 12%, я тебя подниму выше. Обалдеть. И смотри, чем больше отелей, тем сильнее конкуренция, тем выше комиссия, которую получает Booking. Красиво? Ё-моё, блин, я не знал, что это так работает. Там есть еще другие, то есть, сколько рейтинг у тебя, но в целом логику, я думаю, ты понял, да, теперь подумай, что можно так дизайнить заранее marketplace, сделать низкий порог входа, сказать, всего 12%, как делал Booking.com, но потом, когда их станет много, они сами поднимут. Сейчас в среднем Booking зарабатывает 22-25 с броней, просто представь, то есть, ты смотришь на то, как ведет себя выручка с ростом частоты использования или с ростом юзер-базы, и вкладываешь туда, ну, из российских примеров, Авито использует похожую идею, только там, как я понимаю, ты платишь топ-деньги, чтобы в листинге подняться, я детально не изучал. Да, там есть пакетики, но я давно это смотрел, да. Вот, но идея та же, короче, что с ростом юзеров, да, с ростом количества объявлений, ты заинтересован в том, что твое объявление было показано, и поэтому платишь, да. Да, 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 с HeadHunter, они, короче, ввели внутреннюю мотивацию для компаний-работодателей, вот мы сейчас опубликовали вакансию, там есть, типа, рейтинг вежливости компании, чем быстрее ты отвечаешь на вакансии, тем якобы она выше в выдаче. Well, makes sense. Мотивация, я не знаю, правда, насколько там она высоко в выдаче, но действительно триггерит, да. Да. Двигаемся дальше? Сейчас, погоди секунду, значит, нужно думать о том, как выручка меняется с ростом пользователей. С ростом пользовательской базы. Ну, просто смотри, первое, что приходит в голову, типа, она должна расти, потому что у нас больше людей, они больше платят, но ты говоришь о том, чтобы над ростом пользователь надстраивать новые механизмы монетизации. Вот смотри, она должна расти надлиннее. Вот помнишь, с костами, косты должны расти сублинейно, то есть двойное увеличение пользователей вызывает менее, чем двойное увеличение костов. да. Желательно меньше. Менее, чем двойное, да. А с выручкой наоборот, суперлинейный рост, то есть двойное увеличение пользователей должно больше, чем в два раза увеличивать выручку. Интересная идея. Хорошо, давай дальше. Короче, я считаю это важным аспектом, но он может показаться незначительным, но я считаю его суперважным. Это возможность собирать обратную связь от использования продукта без явных действий. Со стороны людей? Со стороны людей, да. То есть понятно, что это Google Analytics, это условно все другие подобные инструменты, но про это можно иногда шире посмотреть. Например, я очень люблю приводить этот пример как анти. Смотри, у меня есть гипотеза, что вот эту метрику, которая, когда типа порекомендуете ли вы другому воспользоваться, забыл как этот. NPS, да. NPS, совершенно верно. Я думаю, что NPS — это херня в контексте цифровых продуктов. И давай я попробую аргументировать это утверждение. NPS, я думаю, нужен, когда ты продаешь холодильники, телевизоры. И то не такие, как сейчас, а вот когда они были подключены к интернету и так далее. Короче, ты продал и не знаешь, что там. Там человеку нравится, не нравится, он пользуется, не пользуется. Какие баги у него возникают. Чего-то доходит до тебя, кто-то жалуется, приносит, сдает обратно телек и так далее. Но в цифровом продукте вот ты можешь столько собирать forward-looking метрик о том, вообще чуваку заходит или нет, что не надо спустя время у него спрашивать NPS. Ты можешь прогнозировать NPS. Вот моя как бы глобальная логика. Собственно, задача продакта заключается в том, чтобы убедиться, что ты можешь прогнозировать NPS. Создать такие forward-looking метрики, которые прогнозируют NPS. Давай приведу пример. Допустим, вот я сегодня в канале у себя запустил своего цифрового двойника в рамках Mindshare продукта, который может по всем постам в моем канале отвечать на твои вопросы. У нас там есть, ну, некоторый фидбэк-механизм вида этот ответ бота понравился или нет. Ну, там можно лайк или дизлайк поставить. Но, грубо говоря, какая метрика мне скажет, что этот бот зашел человеку? Количество раз, сколько он обратился к нему? Да, сколько вопросов он задал. А второе, возвратится ли он завтра? Вот сегодня я уже вижу, 180 человек попробовал этого твина. Сколько из них завтра или хотя бы раз в неделю зададут вопрос? Дальше, сколько из них задало нестандартный вопрос? В смысле, мы там в приветствии говорим, вот четыре вопроса, примеры вопросов, на которые я могу ответить. Вот сколько людей задали мне тот вопрос, который был в примере, да? И так далее и тому подобное. Моя идея, что когда ты думаешь об идее, о бизнес-идее, ты сразу придумываешь, каким образом ты будешь эту обратную связь собирать. Почему? Потому что тогда это влияет, как ты думаешь про MVP и time to value. Потому что ты понимаешь, что тебе, например, можно вот это измерять, чтобы быстрее понять, value случилось или нет. Вот, например, один из value, который мы ожидаем, это что человек после общения с батон, поскольку когда ты ему задаешь какой-нибудь вопрос, если он не может на него ответить, он говорит, там, Байрам про это не писал, ну, ты можешь у Байрама спросить напрямую через консультацию по этому поводу. Очевидно, что одним из метрик, которые мы должны трекать, это сколько людей, поговорив с батом, забронило консультацию. Ну, поговорив с батом и столкнувшись с вопросом, на который Байрам не мог... Да, например, вот я вижу, один известный блогер в области маркетинга задал вопрос, что я думаю про геноцид. Ну, у нас сразу ответил, ну, бот, что Байрам про это не писал, но ты можешь спросить у Байрама, ну, напрямую на консультацию. Понятно, зачем они это сделали, я понимаю, откуда идея, вот. Но основной мой поинт, что я должен думать о том, как я буду измерять value, с помощью чего, когда я думаю про идею, как это ни странно звучит. И если я понимаю, что у меня ограничены способы измерять value и обратную связь получать, я сейчас приведу тебе пример, тебе будет сразу понятно, то я должен понимать, что у меня могут быть проблемы на этапе поиска product market fit, потому что очень долгий будет цикл обратной связи. Привожу пример. Наш предыдущий проект, Wingman, и наш текущий проект, Mindshare. Wingman — это криптопроект, в котором ты, чтобы сделать целевое действие, должен залогиниться криптокошельком и сделать это действие. В нашем продукте ты должен пользоваться телегой в Mindshare и, соответственно, купить консультацию, например. Как ты думаешь, в каком из кейсов у меня проще устраиваться обратная связь? Во втором? Во втором, да, потому что, когда человек начинает пользоваться ботом, я уже знаю его телеграм-ник. И, например, все люди, которые... Поскольку сейчас Product Market Fit, я этого не стесняюсь. И если кто-то, ну, жалуется, я извиняюсь всегда. Но пока ни одной жалобы не было. В общем, знаешь, что я делаю периодически? Все, кто начал бронировать консультацию, но не закончил, я им личку пишу «Привет, я заметил, что ты пытался и не забронировал, возникли ли какие-то проблемы». И вскрыл, что у нас есть проблема с обработкой транзакции от Тинькофф «Мир». Вскрыл, что на некоторых Телеграм-клиентах не так отрабатываются ссылки. Вскрыл, что для кипрских карточек зип-код неправильно проверяется и отключил в страйпе проверку зип-кода для карточек. И так далее, и тому подобное. То есть, а почему? Потому что я могу написать каждому юзер. в крипте ты можешь, сейчас появляются мессенджеры wallet-to-wallet, и я делал, пытался писать в них, я тебе скажу, там, CTR, ну, а response rate просто ниже Пинтуса. Тогда response rate в Телеге, вот, из всех, кому я написал, на 70% точно мне отвечали. Ну, там, частота использования продукта как раз, вот, о чем вы говорили. в том числе, но и канал коммуникации. Да, да, да. Понимаешь, готовый канал коммуникации, ему ничего нового не надо ставить, чтобы со мной поговорить, мне ничего нового не надо ставить, я написал быстро, он получил быстро. Понимаешь, да? Я даже могу сделать, написать, когда появится онлайн новая фича в Телеге, я не знаю, ты уже заюзал или нет. Интересно, да. Опять пытаются заземлить на продукты, не знаю, солодой маркетплейс или что-то там другое, цифровое, и, ну, я вижу, для примера, да, встраивают всплывающие окошки чаты, еще что-то, как попытка сбора связи. Да, да, то есть, вот у Егора Данилова мой друг, он автор канала продакта «Не нужны», у него на днях был пост, какие источники обратной связи есть, можно просто почитать, там, чатик с юзерами, еще что-то, еще что-то, в общем, да. Да, добавим, добавим свечку. Окей, следующее измерение. Вообще, для меня это был инсайт вот с Вингманом, с криптопроектом нашим, что когда у нас есть такой инструмент, я про него узнал в Стэнфорде, премортем, то есть, вот все делают постмортем, а можно сделать премортем, то есть, ты перед запуском продукта, иногда даже перед стартом, но мы делали это перед запуском, ты пишешь постмортем на будущее, типа, я говорю, ребят, через три месяца мы закрыли этот проект, давайте сейчас напишем, почему, то есть, что мы будем писать через три месяца, почему мы закрыли проект, понимаешь, да, идея? Допустим, так. короче, вот этот премортем, и потом мы делали постмортем, и актуализировали этот премортем каждый месяц, потому что за три месяца мы должны были решить, мы делаем дальше этот продукт или закрываем, вот Вингман мы закрыли, и одна из причин, по которой мы закрыли, это что команде не нравится продукт, то есть, я никогда это в голову, вот прям как важный параметр дизайн-спейса, ну, не вставлял, я думал, в терминах бабла несет, несет, значит, как бы надо делать. Зарплату платим, платим, да. Вот именно, проблему решаем, как бы, а вот этот момент встал, и, конечно, когда мы думали, что делать следующее, и в итоге выбрали майн-шерк, большим критерием для нас был, а нам самим нравится этот продукт, мы сами были бы пользователями этого продукта, и я поэтому добавил это измерение, потому что подумал, что это важно, знаешь, с какой позиции, что мотивация все равно заканчивается, особенно на этапе поиска product-market-fit, и вот эта личная приязнь к продукту может сыграть, да, важную роль в том, чтобы keep digging, да, то есть продолжать копать, продолжать крутить, вертеть, мучиться, искать. Согласен, это такая штука, если сил нет и денег нет, то как бы на чем-то она должна работать, по крайней мере, до нахождения фита. Окей, так. Короче, в экономике есть такое понятие, называется порог производственных возможностей, production possibility frontier. В общем, вкратце, это понятие следующее, что из-за того, что ресурсы каждой компании ограничены, то она делает выбор между использованием ресурсов для одного, но не для другого. Например, представь, что ты можешь выпускать два типа продукции, и ты выбираешь некоторую точку комбинации выпуска этих продуктов. Ну, типа, 100% продукта А, 0% продукта В, выпускаю, или 70-30, и так далее. И обычно лидеры рынка, они находятся на пределе вот этого порога возможностей. То есть они за счет улучшений в процессах, в людях и так далее, и так подобное, достигают вот этого frontier, то есть они оптимально распределяют ресурсы между разными типами продукции. Но иногда происходит сдвиг порога благодаря изменениям в законодательстве или в технологии, или в поведении потребителей. И для стартапа важно, поскольку стартап хочет обыграть лидеров, он не хочет просто стать маленьким игроком, он хочет стать лидером. И стартап может, используя, например, технологию изменения в законодательстве, это изменение сдвигает порог производственных возможностей, то есть какое соотношение продукта А и может производить при заданных ресурсах компания и за счет этого сдвига обыграть лидеров рынка. Почему? Потому что лидеры рынка не рискнут переходить на новую технологию из-за того, что им слишком много чего терять есть. И второе, потому что они уже сделали много инвестиций в предыдущую технологию, которая вывела их на фронтир. И в лидерство какое-то, да. Совершенно верно. как, например, было с телекомами, да. Классно, что, условно, поздно пришел мобильный интернет в Россию, потому что сразу смогли купить более крутое оборудование по сравнению с американскими, например, телеком-провайдерами, наши провайдеры, и поэтому дать по сильно лучшим условиям ряд вещей. Идея в чем? Что, когда ты думаешь про идею продукта, ты должен задать себе вопрос, происходит ли сдвиг производственных возможностей в таргет индустрии, и как я мог бы им воспользоваться, чтобы при тех же ресурсах производить больше продукции, или при меньших ресурсах производить столько же продукции? Это вот надежды, да, на Generative AI в каком-то смысле. Например, да. Что, условно, компания, которая что-то делает классическим способом, и компания, условно, инноватор, пытается применить Generative AI для того, чтобы обойти ее влет на повороте, произведя тот же самый продукт. Интересно. Именно так. Именно так. Вот давай. В чем порог производственных возможностей эксперта какого-нибудь... Ну, время. Совершенно верно. Теперь, как Generative AI мог бы сдвинуть этот порог? Ну, я цифровой двойник. Совершенно верно, совершенно верно. Вот я тебе рассказал, почему я делаю MyShare. Да, да, я понял. Классно. Давай дальше. Так. У нас два осталось. Помнишь, мы говорили про фрагментированность покупателей? тагин, да? Но можно также говорить про фрагментированность поставщиков. Помнишь, когда я говорил кейс Boeing и Airbus, что, ну, очень сконцентрированный рынок, и поэтому будет, ну, высокая сила поставщика. В общем, идея в том, чтобы, когда ты дизайнишь бизнес, выбрать бизнес или индустрию, в которых сила поставщика ниже, а не выше, или благодаря чему-то происходит сдвиг в этой силе. То есть она существенно становится меньше. То есть, допустим, хороший пример. Представь, что ты разрабатывал 4 или 5 лет назад что-то для производителей электрокаров. Так, допустим. Сравни эту же ситуацию сейчас. В чем принципиальная разница? Извиняюсь, не разрабатывал, а покупал. Я просто разрабатывал, и это будет опять сила покупателя, а тут надо сила поставщика. Для своего производства или для своего бизнеса, да? Да, для своего бизнеса я покупаю электрокары. Выбор стал шире. Совершенно верно. А значит, что с ценой? Да, скорее всего уменьшается, да. Совершенно верно. Поэтому, если ты понимаешь, что благодаря чему-то происходит заметное ослабление силы поставщика, ты можешь специально выбрать такой бизнес. Вот моя идея. То есть искать индустрии, в которых системно снижается сила поставщика. Ага, потому что тогда твои косты будут уменьшаться. Совершенно верно. Именно так. Ну вот это опять же пример. Джей РТФА и давай. Да, именно так. Забавно, забавно. Слушай, видишь, может быть люди, которые от вас стремятся, они как бы что-то думают об этом, ну или нет. Интересно было бы спросить. Хорошо, давай финальный пункт измерений 15. В общем, смотри, идея какая. Инновационные продукты распространяются немного не так, как принято думать в контексте распространения эпидемии. Потому что есть два типа продуктов или инноваций. Один тип это так называемые простые инновации. В них инновация распространяется без больших когнитивных или физических усилий со стороны заражая МОГО. То есть условно, я заболел гриппом, нам достаточно с тобой встретиться, тебе не надо прикладывать никаких ментальных усилий, чтобы я... Хороший пример, это, конечно, эпидемия. Но сложные инновации, где нужно применить усилия, они распространяются немножко другим образом. Они распространяются через сильные социальные связи, крепкие социальные связи. То есть, грубо говоря, несколько моих друзей должно мне сказать, чтобы я таки попробовал этот продукт. То есть преодолел барьер. Даже иногда будет недостаточно чтобы инфлуенсер сказал. Нужно, чтобы я заметил, что и мои друзья. То есть крепкие связи, соцсвязи, высокий порог. И вот для таких инноваций, а это почти все цифровые продукты, я считаю, нужно, когда планируем их, думать, насколько легко можно получить доступ к сильным связям. То есть насколько вообще высокосвязанно или низкосвязанно таргет индустрии, и люди в таргет индустрии, люди, компании, не важно. И эфорты по маркетингу менять в сторону распространения через вот такие крепкие связи. Давай я приведу пару примеров, будет сразу понятно. Вот как ты думаешь, я делаю майндшер для авторов канала. И вот мы сейчас запустили в моем, в Егора еще пять других экспертов. Вот как ты думаешь, я нашел эти пять других экспертов? Через знакомых или свои личные какие-то знакомства? Короче, я сделал так. Я в первую очередь посмотрел similar channels в моей телеге. Почему? Потому что у нас похожая аудитория. Согласен? Дальше, конечно, я выбрал в первую очередь людей, которые или читают меня, или я их лично знаю, или я их читаю. Понимаешь, да, идею? Например, я нашел, что определенные посты мои шерятся в определенные каналы телеграм. И я автором этих каналов написал, потому что представляешь, да, какой уровень коннекшена. Да-да-да-да, они знают, о чем ты думаешь. Классно. И, соответственно, вот идея в том, что это, по сути, система распространения. Facebook использовал похожую идею, что, помнишь, он не запускал продукт, пока не набиралось достаточное количество вейтлисте в заданном университете. Не, не слышал, но это интересно, да. Да, он хотел, чтобы... Когда продукт начнет работать, там были уже люди, он пришел в каком-то... Да, и чтобы там были стронг линкс между людьми, да. То есть, если бы он открывал сразу, то люди бы приходили из своего универа, никого бы не было, и... А еще они могли пушить своих же людей заранее, им доносить информацию, типа, ну, давай, запишись, нам быстрее откроют. Именно так. Фантазирую. Да, интересно. Именно так. И есть много кейсов, когда оно происходило так. Студент Гарварда приезжал на каникулы домой и, болтая со своими друзьями, которые учатся в другом универе, говорил, знаешь, что такое Фейсбук? И оно распространялось. Вот так вот. Contagious. Класс. Класс. Давай финальный, наверное, вопрос. Вот 15 измерений. У тебя есть любимые измерения из этих 15? Я понимаю, что системное мышление говорит о том, что все связано, но тем не менее. Давай. Твой фаворит. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Наверное, для меня, как именно с позицией фаундера, предпринимателем, это PPF. То есть, когда происходит сдвиг в пороге производственных возможностей. Production Possibility Frontier. Понял. Да. Да. Открываются новые, да, новые, новые грани. Да. И у лидеров недостаточно инцентивов рисковать с новой грани, да. Класс. Спасибо большое, Бавран, что нашел время. Давай, Юль. Да, спасибо. У нас сюда осталась одна тела, может быть, как-нибудь потом к ней вернемся. Это был 302-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Байрама Аннакова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск, вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. А еще оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова